Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будет очередной влог. Мы сегодня собираемся на море. Если вы смотрели вчерашний влог, то вы уже давно в курсе. Я должна выйти из дома где-то в час. Я сегодня встала очень рано, смонтировала влог, выложила его. Сейчас хочу приготовить панкейки. Я буду делать это в первый раз, надеюсь, что получится. И буду снимать для вас мукбанк. Рецепт я, конечно, подглядела в ютубчике. У меня здесь молоко как раз-таки осталось с прошлого мукбанка. Разрыхлитель, 2 яйца, мука и растительное... ой, сливочное масло. Вот так вот у меня вовсю жарятся мои панкейки. Тесто получилось просто идеальное, без единого комочка, потому что я перемешивала миксером. Миксер, да, по-моему, называется эта штука. В общем, хотя лень ее мыть, но получается офигенно. Перевернула уже, посмотрите, какая красота. Просто я уверена, что это будет очень вкусно. Первый раз делаю. Слава богу, что есть ютуб, можете зайти, посмотреть любой рецепт. Ничего никуда записывать не надо. Вот я посмотрела, строго по рецепту приготовила. И посмотрите, как круто получилось. Время всего 11, а я уже столько всего успела. Хотите поржать? Посмотрите, что написано в наших часах. Каждое весеннее дня хорошее. Алиэкспресс. Китай. Made in China. Вот что у меня получилось. Посмотрите, какая прелесть. Какие они красивенькие получились. Но последние, правда, не очень. Но они получились тоненькие, потому что тесто получилось жиденьким. Но я думаю, на первый раз пойдет. Почему нет? Попробовала. Обалденно вкусно. Просто космос, девчонки. Я решила все отсюда не таскать, а купить все в магазине около Фатиного дома. Здесь я взяла такой вот виноград. Дальше у нас вот такие булочки. Просто я не знаю, около Фатиного дома будут такие булочки или нет. Поэтому решила уж сразу здесь закупиться. Три штуки таких булок. Шесть сосисок в тесте. Или как футдог правильно называется. В общем, шесть штук их здесь. И прям из печи. Вот сколько у них там было, все купила. Дальше вот такие вот смит. По-моему, два. И вот такие вот пирожные. Все остальное мы прикупим в магазине. Такая интересная история со мной произошла. Когда я покупала вот эти булочки, мне приклеили наклейку вообще отход долга. И получилось здесь около двух монат. Потом на кассе, хорошо, что девушка заметила, вернула меня назад и сказала, что вам пробили не тот товар. Я вернулась назад. И получается, как бы 40 рублей выиграла. Даже не 40, даже больше. Такая интересная история. Я считаю, что я просто умница. Через 5 минут видос будет уже на канале. Сняла, смонтировала, выложила. Столько всего дела. Сделала все потому, что я рано встала. Долго думала, что же надеть интересненького. И вот решила тулунчик свой напялить. С длинными рукавами. Купальник у меня снизу. Вот он. Ну все, я пришла раньше. Обычно я всегда опаздываю. Поэтому я думаю, для меня это дебют. Вовремя приехать. Даже на 20 минут раньше. А все почему? Потому что я встала рано. Надо всегда рано вставать, чтобы все успевать. У Фатя такой скоростной лифт. Прям вообще бомба. Не то, что наш тормоз. У меня всегда так чисто, аккуратно. Видно, что цивилизованные люди живут. Прикиньте, я поднялась, но не туда. Или я что-то путаю. Надо сейчас взвякнуть подруге. Что-то у меня крыша поехала. Фатя, ты на каком этаже живешь? А здесь же нет у вас. Я на 12-й приехала. А здесь не ваша дверь. Или это ваша дверь? Фатя, у тебя номер квартиры какой. Я, видимо, на этаж ниже спустилась. Сейчас я по лестнице поднимусь. Что-то я заблудилась. Блок тот. Я просто с женщиной поднималась. Я нажила этот этаж. А потом к нам присоединился еще один парень. Я вышла, когда он зашел. Видимо, он не на этом этаже зашел. Короче, я иду, пупсик. Сейчас я найду способ. Нас не могут разделять этажи. Какая дверь такая железная. Это не ваша дверь, я знаю. Там у вас... Вот это значит интеллектуальная подруга. Интеллектуальная очень. Все, ребят, я уже на месте. Как вам эта девушка с челкой? Мне кажется, очень идет. Да, спасибо. Как будто другой человек. Да, мне тоже кажется. Может, мне тоже челку или бороду. Какие-то изменения. Нет, я все-таки хочу себе сделать губы. Как думаешь? Опять? Ну, не то, что опять. Они как бы сдулись. Я уже поговорила. Мне сказали, что сначала надо попить ацикловир неделю. Потом приходить. Потому что у меня герпес может выйти. У меня губы подвержены этому. Поэтому нужно сначала пропить, а потом сделать себе губки. Как думаешь, у меня шли губы? Да, но не слишком часто так. Можно часто это делать? Я просто выбрала такой гель, который очень быстро рассасывается. Да, я знаю. И вроде как сейчас уже ничего не осталось. Теперь я хочу попробовать плотный гель, который уже останется где-то накатом. Что думает мой пупсик? Самое главное, чтобы это было аккуратно, чтобы потом не стало, как у некоторых кусочков. Ну, не дай бог. Это, знаешь, это биополимер. Это искусственный гель. Который на всю жизнь. Он на всю жизнь, и он оставляет комочки. Он не рассасывается, а со временем становится... Биополимер, да, я знаю. И сейчас никто его не колет. Нормальные, уважающие себя мастера, они не колят биополимер. И он дешевый. Многие люди думают, что они экономят. Они один раз просто делают губы. На самом деле, это не экономия. То есть потом нужно будет хирургическим методом это все вырезать. Потом не повредив форму губ, это невозможно. Невозможно, да. А вот дело в том, что потом... Здравствуйте, как ваши дела? Ну все, мы уже в машине. Едем. Тетя Эля за рулем. Если она за рулем, все, мы спокойны. Главное, что не ем. Да, главное, что не Фатя, не я. Я сегодня встала рано. Вот. И подумала, что погода вообще холодная. Такой холодный ветерочек. Вышла на улицу, там купила некоторые продукты, приготовила панкейки. Ну, вы уже это видели. Вот. И я подумала, что-то нехороший день мы выбрали. На улицу холодно. А сейчас я смотрю, прям погода обалденная. Жарко очень. Несмотря на то, что уже сентябрь. И уже вроде как осень. Все равно погода обалденная. Я думаю, что и вода будет теплая. Да, мы такие, вы хотите другой пляж, например, в этот раз не только. Какой-то другой, такое взнообразие. Можно подойти, поехать и посмотреть, где вы свободны. Мы еще в дороге. К нам вот присоединились. Привет. Поэтому с хорошей компанией. Весело. Фатя пошла за мороженым. Будет мукпанк на ее канале. Так что обязательно ждите. Потому что потом это... Мы здесь уже организовали пространство. Ветер. Я не знаю, вам будет ли меня слышно или нет. Смотрите, никого. Не души, не только мы. Потому что ветрено, на самом деле. Не знаю, вода теплая или нет. Уже устанавливаем камеру. Надо отдыхать и пахать параллельно. Сейчас будем снимать мукпанк для пати. Здесь такой коврик. Здесь можно полежать и получить заряд витамина D. на все лето. Какое небо красивое. И вот. Небо. И вот. Вау. Я это солнце. Кстати, солнышко не видно. Зачем тебе солнышко? Загораем уже. Я только переживаю по поводу того, что будет ли нас нормально слышно. Как ты думаешь? В моем мукпанке был сильнее ветер. Слышно было нормально. Ну вот влог не могу сказать. Будем поменьше болтать, да, я думаю. Больше жрать. Да. У нас мороженое. Да, мы будем сейчас кушать мороженое и снимать для вас мукпанк на фоне этого моря. Солнцезащитный крем надо помазаться. Хотя нет, давай снимем видео, потом помажемся. Хотя бы вот эту часть возьми. Да нет, давай. Я мажу, потому что я в тот раз сгорела буквально за 15 минут. Думаешь? Думаешь? Да, думаю. Смотрите, кого я нашла. Смотрите, какой красавчик. Глазачек, глаза. Голодный. Голодный. Голодный, бедняга. Это в платьях. В платьях клево наснимали. А то, что я появилась, это только что молодая бич. Мы, короче, наснимали для вас тиктоку. Блин, что у меня за перчаток? Я знаю, что не понимаю, Фатя. Откуда у меня берутся вот эти волосы, если я не стригла челку? Это новые волосы выходят. Новые волосы? Или же они ломаются? Ну, скорее, новые. Ноги все в песке. И я с чистой совестью села в машину к Фатиной маме. Она сказала, что она будет мыть машину. Короче, мои хорошие, я уже дома переоделась вот в это платье, потому что очень сильно горит всё здесь. Жжёт, точнее. Я обгорела на солнце. Вот покраснение. Хорошо бы найти дома кефирчик. И всё это дело полить, так скажем. Мне очень понравился сегодняшний день. Но мне кажется, влог не настолько уж прям интересный, насыщенный. Потому что, по идее, на пляже показывать особо-то и нечего. Нету там каких-то экзотических животных. И чего-то такого сверхъестественного. Поэтому очень надеюсь, что этот влог вам понравился. И он действительно получился насыщенный. Потому что я его не смотрела пока что. Не монтировала. Я не знаю, сколько минут он получился. И насколько он интересный получился. Но в любом случае, я для вас выложу. Ой, да прям не могу. Вот прислонила к дивану. И прям горит всё. Прям как будто спичкой. А ещё, кстати, я задумалась о том, что нужно купить купальник. Я видела у девчонок в инстаграме. То есть верх закрыт. У меня всегда выгорает именно вот эта часть и руки. А всё остальное остаётся прежним белым. Поэтому надо купить закрытый купальник вот в этой зоне. И я такие, кстати, видел у участниц Дома 2. Надо посмотреть, где они покупают эти купальники. То есть купальник идёт вот досюда, получается. И руки закрытые. Купальник я сначала, знаете, долго угорал. Думала, купальник и закрытые плечи. Что за хрень? А оказывается, очень полезная штука. В общем, ребята, я без макияжа. Я пойду спать. Хочу с вами попрощаться. Всех люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До скорых встреч. Завтра обязательно опять же будет влог. Люблю, целую. С вами была ваша Айка Эмили. Всем пока.